Что представляет из себя профессия корреспондента телевидения? Какие есть тонкости и трудности в его работе? Сегодня мы дадим ответы на все ваши вопросы и приоткроем завесу тайны. Готовы? Тогда отправимся вместе на съемку. Съемочная группа состоит из телекорреспондента и оператора. Сегодня мы приехали в лесной городок. Здесь, в скейтпарке, мы снимаем сюжет про скейтбординг. А пока оператор снимает видео, которое в дальнейшем войдет в репортаж. Задача корреспондента на съемочной площадке – собрать все необходимую для сюжета информацию, которую он получает в ходе беседы с разными людьми – организаторами, жителями, представителями власти или, как сегодня, с мастерами своего дела. Мы пообщались с Евгением. 29-летний скейтбордист рассказал нам, что особенного в его любимом виде спорта. Сейчас мы снимаем синхрон. Так называется интервью участников события. То есть это доступно? Доступно, да. Какие у вас есть любимые трюки? Какие вот сейчас вы неинтересны, может быть, вы называете? Мне больше всего нравится 360-флип. Это один из таких самых популярных трюков. Корреспондент заранее видит свой сюжет и зачастую едет на съемку уже с полной картиной в голове. На съемочной площадке задача журналиста – воплотить идею в реальность, придумать и снять интересные и полезные лайфы, как, например, вот этот. Делается щелчок. Выводим ногу, при щелчке подкручиваем. Суть лайфа – показать, как герой совершает какое-либо действие. В этот раз Евгений рассказал, как выполнить один из его любимых трюков – полезно и динамично. После того, как мы отсняли материал, мы возвращаемся в редакцию. Я уже начала писать сюжет. Для этого я пользуюсь информацией, собранной во время съемок, ну и другими источниками. Среди них – пресс-релизы, анонсы, информация из соцсетей. Написанный сюжет отправляется на проверку шеф-редактору. А дальше – одна из самых непростых частей в работе корреспондента. Это начитка закадрового текста готового репортажа. Для этого нужен специальный темп речи, подходящий тембр и дикция. Важно также делать смысловые паузы. Конечно, без ляпов – никуда. Раньше самим приходилось оборудовать зону для катания из деревяшек, которые находились с друзьями на улице. Затем сюжет предстоит собрать монтажеру и звукорежиссеру. И результат нашей с вами сегодняшней съемки уйдет в эфир. С подробностями – Эмилия Ракелян. Эмилия Ракелян, Руслан Мальцев, телекомпания «Одинцова». Руслан Мальцев, телекомпания «Одинцова».